Сегодня в России день студента. Именно в день великомучительницы Татьяны 253 года назад, указан императрицей Елизаветы, был основан Московский государственный университет. Позже Татьянин день стал неформальным, а затем уже официальным днём студента. И сейчас на прямой связи со студией новостей наш корреспондент Екатерина Воронина. Она сегодня присутствовала на торжествах, посвященных Татьяниному дню в Московском государственном университете. Екатерина, как проходит празднование? Ну вот, буквально несколько минут назад завершилась встреча студентов Московского университета с первым вице-премьером Дмитрием Медведевым. Он приехал лично поздравить студентов старейшего вуза страны с этим праздником. Начал свою экскурсию, первый вице-премьер, с осмотром общежития МКУ. Он посмотрел, как живут студенты и в каких условиях им приходится учиться и жить. После этого он принял участие в традиционной церемонии распития медовухи и даже лично разливал хмельной напиток. 16 студентов смогли лично пообщаться с первым вице-премьером, среди которых оказалась и семейная пара с 4-летним сыном. Так вот, 4-летний Миша приготовил для Дмитрия Медведева подарок. Так, мама, папа, я Машенька. Есть еще Машенька. А где Машенька? Машенька маленькая совсем. Как Микма. Вы здесь живете или где? Мы в семейном общежитии. Ну там еще условия? Можно двух детей? Отличные. Отличные? Ну прекрасно. 300 семей. Ну здорово. Слушай, у тебя просто целая семейная фотография получилась. Ты мне хочешь подарить или ты ее все-таки просто показал, а потом заберешь? Так, так, подарить. Ну все, ну можно. Спасибо тебе. Надо отметить, что на своей встрече со студентами Дмитрий Медведев выступал нескучно и отметил, что студенческие годы это все же лучшие годы в студенческой жизни. Что же касается в целом празднования Татьяна Дня, то оно началось еще с утра в богослужении в храме Святой Великомученицы Татьяны. Затем студенты в торжественном шествии прошли на площадь, где их приветствовал ректор университета Виктор Садовничий. После чего все желающие смогли отведать медовухи. И немаловажно отметить, что 253-летие университета не ограничится только сегодняшним днем. Завтра также пройдут торжественный вечер и праздник, даже фейерверк вот в студенческом городке в университете. Станислав. Спасибо, Екатерина. На прямой связи со студией новостей была наш корреспондент Екатерина Воронина. Продолжение следует...